Друзья, сегодня у нас спикерская, наш приглашенный спикер Гай Эд, Израиль, трезвый, 20.02.2008 года Тема спикерская, радость жизни, Гай, привет Гай, формат 50 минут, плюс вопросы И если ты не возражаешь, я буду вести запись Нет проблем Не возражаю Окей, все, мое слово, да? Ну, привет, привет, меня зовут Гай, я алкоголик И, как меня представили, живу я в городе Аждот, Израиль Ну, во-первых, спасибо, спасибо, что пригласили Спасибо, что позвали, это мне важно, для моего выздоровления И в том числе для радости, да? Тема сегодняшняя объявлена, радость жизни, да? Я думаю, все люди в мире, да? Не только алкоголики, хотят радоваться жизни Мы, я тоже хотел радоваться жизни с самого там детства И поэтому, вроде, что здесь такого? Вот, радоваться жизни Проблема в том, что для меня, вот, радоваться жизни, это стало И... секундочку, что-то кто-то говорит здесь И... радость жизни, да? Это то составляешься, которое, ну, с детства я ее искал, да? Не буду сейчас долго говорить, что это природа человеческая, да? Инстинкты самосохранения Одна из... один из базовых инстинктов человека Это... быть в нормальном эмоциональном состоянии, да? Там... инстинкт самосохранения Нельзя быть в постоянном упадке, там, нерадостный, грустный и так далее Поэтому в моей жизни поиск радости начинался... Ну, в детстве, наверное, как и все, радовался от всего, да? От конфет сладких, там, я не знаю, от фантиков каких-то Каких-то интересов было и так далее, и так далее Потом пришла такая вещь, которая сегодняшняя, опять же, задним числом Там, после, там, тринадцати лет трезвости Работы по двенадцати шагам И знакомства со своим... с самим собой настоящим Я сегодня понимаю, что очень важное место для моей жизни Радость занимала это уменьшение боли, да? Уменьшение страха, да? Вот если не так страшно, то это уже радостно Если не так плохо, то это уже хорошо, да? Поэтому всегда было с чем сравнивать Ну, в какое-то время, там, в моем случае, лет в двенадцать Пришел такая штука, как алкоголь, да? Я познакомился с алкоголем И гениальным, там, чудесным образом он мне... Он мне помог радоваться жизни, да? Грубо говоря, я там в компании старших товарищей Боюсь их, они меня гонят, они там... Мир для меня, там, выживание, это сложная такая вещь И дома не чувствую себя в безопасности Не от отца, там, не особо не от матери, там, на улице тоже не чувствуешь себя в безопасности особо У меня старший брат, так, там, ищешь какие-то компании, чтобы... И чувствовать себя нормально То есть, и чувствовать себя... Не бояться, это уже радостно, да? Чувствовать себя не, там, не изгоем, каким-то там, что... Ну, в безопасности, да? Слово такое, в безопасности Это уже радостно И вот какое-то время, я говорю, в 12 лет я подзван с алкоголем, который сразу дал мне возможность контролировать эту ситуацию, контролировать эту радость Я перестал бояться, да? Первое, что я перестал бояться, я стал там своим и в компании И... 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 и мне... и вот... Вкус алкоголя, там, как... я не помню, да? По-моему, это было, там, чернила какое-то дешевое Я родился на Украине, и потом водка. Я не помню, что я пил, с чего я начинал. Ну, пил все, что давал. Но я четко помню тот эффект, который мне, как в нашей большой книге сказано, который вызывал это алкоголь. И он мне, вот этот эффект, это вот все нормально. Спокойствие, да. Не надо париться. Ты не боишься. И это радость. Это уже радость. Это наполняет тебя. У тебя хочется что-то делать, тебе какая-то энергия. И все. Ну, и с того момента я знал, как контролировать. Как сделать так, чтобы было радостно. Как сделать так, чтобы меньше бояться. Как сделать так, чтобы меньше напрягаться. Поэтому радость жизни – это нормальная вещь. Еще раз говорю, я сегодня понимаю, знаю, что это одна из инстинктов, человека, да, любого человека, быть в нормальном эмоциональном состоянии, да, быть в балансе. А не уходить в грусть и тоску, там, в клинические депрессии, вплоть до… и так далее, и так далее. В алкоголе для меня он играл ключевую роль, да, и не потому, что я много пил или там мелко пил. Я пил, наверное, больше, чем нормальные люди, больше, чем другие. Но каждый алкоголик, который, вот, каждый человек, который стал алкоголиком, он может рассказать про свои количества, про свои там… Но это даже не имеет значения, как я там куролесил, когда я выпивал, да. Сам алкоголь, вот тот эффект, который он мне вызывал, он фактически создавал мне мою жизнь, да, всю жизнь. И он был решением всегда, алкоголь, да, вот, он был решением всех моих проблем. Он привеньшал боль, тем самым давая мне радость, да, то есть удовлетворенность, давал мне удовлетворенность, что все нормально, жизнь еще хороша, что я еще что-то значу, я еще что-то стою, и я могу еще что-то сделать, да, я могу еще встать утром и начать там сначала или продолжить то, что начал, и так далее, и так далее. Я могу там переехать с одного города в другой, совершенно посторонним людям. И я живу полноценной жизнью, я отвечаю за свои действия. Мне казалось, что я контролирую свои действия, контролирую свою жизнь, и все, что мне надо было, ну, я не определялся, что алкоголь мне помогает, ну, это было само собой. Опять же, сегодня я понимаю, что я полностью, и вся моя жизнь физическая, эмоциональная, она зависела от, то есть она формировалась, мое мировоззрение, моя жизнь, мое существование, оно формировалось с помощью алкоголя, с помощью. И я, у меня были редкие перерывы, что я не пил, да, там, вынужденно, там, в тюрьме, там, в армии советской какое-то время. И, но, ну, в любом случае, вот, там, выживание у меня было всегда подсознательно. Я знал, где у меня есть источник, который приведет меня в баланс всегда. Опять же, когда я выхожу, там, когда у меня есть доступ к алкоголю, я это использую всегда. Потому что это хорошо для меня, это меня балансирует, это приносит меня в гармонию, это решает мои эмоциональные проблемы. И как мне казалось, оно, не как казалось, оно действительно решало, да, и оно вплоть до того, когда я уже, там, ну, я, там, в Израиль переехал, там, с одним чемоданом тоже пофиг, ну, жизнь сначала, да, там уже, не мальчик, да, и никого там нету, и надо, и евреям вдруг заделался, и надо, и надо, и, ты, я еврей, но, 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 никак это не имело ни значения, до тех пор, пока не открыли границы Израиля, да, открыли границы Израиля в девяностом, я, ну, поехали. В Израиле, там, тоже познакомился, там, начал выживать, приспосабливаться с помощью алкоголя. И вот, тема радость жизни, то есть, что такое радость жизни? Это жизнь и радоваться то, что ты живешь, да, вот нормально, это хорошо, не, 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 есть смысл, зачем жить, да, у тебя есть какое-то развитие, какое-то веселье, да, это, вот, мы там с Олегом говорили, кайфуша, ну, кайфуша, это, это, это часть радости. На самом деле, когда тебе не хочется что-то делать, хочется, там, я не знаю, есть аппетит еще, это тоже радость, да, когда тебе не гнетет какая-то сознание, это тоже уже радость, когда ты видишь какой-то смысл в твоем существовании даже, это уже какая-то радость. И вот в любых ситуациях для меня ключевая, ключевой инструмент, ключевой источник, который помогал мне регулироваться, это был алкоголь, да, и, естественно, я его использовал везде. Как бы жизнь меня не наказывала, да, грубо говоря, там, потерял там бизнес, я с Израиля вернулся, там, в Россию, и в 90-х годах, везде приспосабливался, там, что-то крутился, выживал, зарабатывал, и, ну, меня всегда сопровождал алкоголь, потому что, вот, эмоционально, вот, вот, лекарство, мое лекарство, да, вот, жить в этом бурном мире, насыщенном мире, да, и, естественно, радостно, да, то есть, меньше боли, это уже радость, да, меньше страхов, это уже радость, и садишься, садишься в какое-то место, знаешь, что у тебя есть какое-то решение, оно доступно, и что ты можешь себя сбалансировать, это, 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 когда решение в твоих руках, вроде бы, это, кажется, что ты контролируешь собственную жизнь, я так в это верил, и это, и было, это, это тоже было у меня, только с помощью, опять же, вплоть до деградации, да, деградации, там, полной, да, когда все потерял, там, развелся с семьей, бизнесы все уже забыл, потом, там, там, начинал получать, начинал получать социальные пособия в государстве Израиля, да, слава Богу, государство Израиль, хоть, там, я не знаю, где-то, там, и молодцы, платят мне денег, мне набухло хватает, и все остальное неважно, да, все, там, обязательства перед семьей, там, закрыл, там, перед долгами по барабану, кому я должен, я всех прощаю, если я вам должен, у меня нечего взять, то, что вы мне должны, я вас буду доставать, и так далее, и так далее, все мои, и вся моя реальная жизнь, там, я не знаю, вот, чему такое, никчемный человек, который просто живет с утра до вечера, у него есть с чем заняться, да, это бухать, да, и вот в этом состоянии, вот, со стороны, там, ну, развелся четверо детей по барабану, жена, занимайся, и государство Израиль справится, я буду где-то рядом, когда я захочу, когда я смогу, никакой ответственности, там, переехал к маме, работать, кто, какая работа, деньги заводить, да не надо, я уже свое наработал, вот вам квартиру уж купил, скажите спасибо, что я вам это самое, вот я там, уже все свое сделал, теперь я уже на пенсию вышел, такая пенсия, государство платит денег, на бухло хватает, и все, больше мне еще надо, и радостно мне, вот пока вот норма есть, дошла мне какая-то норма, то у меня, то мне радостно, утром встаешь, грустно, но у меня же есть под столом еще там где-то, пока я пил, меня еще так или иначе, я мог контролировать вот это понятие радость жизни, и на самом деле, я действительно, не то что там верил, я сто процентов думал, что так я и закончил, но я говорю, да ладно, ну все, нафига мне это надо, вот есть деньги, есть бухло, достаточно денег на бухло, мне все, есть телевизор, есть там, что, чем закусить, крышу ловить, все нормально, буду отдыхать, отдыхать, но, к сожалению, алкоголь меня предал, и вот, и все, и я не мог выпить, то есть я уже не смог пить, когда я не смог пить, там, ну, пару апеллепсий мне хватало и так далее, то есть моя деградация, пока я пил, пока я пил, меня тот же самый алкоголик держал меня в балансе, да, он давал мне такое, давал, я могу поплакать, погрустить, пожаловаться на всех, чуть-чуть выпью, нормально войдет, могу там прийти, кто-то свободный ужин, могу научить его жить, сказать ему, какой ты лох, ты что, вон тебя, жена тебя пилит, ты на работу еще хочешь, а я уже все, я уже понял жизнь, кто понял жизнь, работу бросил, я, мне все, мне ничего не надо, и с жена все нормально, и с детьми все хорошо у меня, и с работой не надо, она где-то там, я, у меня все есть для того, чтобы жить и радоваться жизни, и я в это искренне, не то, что верил, я это так и ощущал, все, что мне надо было для этого, это чтобы у меня было там нужное количество бухла, оно было у меня под рукой, и чтобы я вот это, первые похмельные рвоты у меня прошла, и уже немножко в какой-то момент я держал это в голове, у меня вот этот кайф, да, вот этот алкогольный, я уже не мог пить, поэтому я там какие-то коктейли делал, ходил там с трубочкой, там водку разбавлял с каким-то там напитком, и буквально, я не знаю, круглые сутки я пил, это я воду не пил, а вот это я всегда пил, вот постоянно пил сколько, поспал, пил, спал, пил, и вот этот алкоголь у него такая способность, что она мне давала вот радость жизни, да, и вот произошла такая ситуация, что я после второй эпилепсии, я просто не смог, ну шуганулся и не смог выпить, да, я вот подтягиваю себя к стакану, к горну, да, и меня вырубают, я теряю сознание, и меня откачивают. И меня, меня, меня это самое, отпускает, типа, я, я после, там, стою после, я понимаю, что что-то здесь не так со мной, а что не так? Я не могу выпить. И меня тут ужас, да, такой, блин, как так? А что же делать? И тут первый раз я обратился за помощью, обратился к врачам за помощью, сказал, ребята, у меня что-то так, вот я физически, что-то не так, подлечите меня. Я готов пойти, там, закрыться куда-то, там, куда, что скажете, то буду делать, но, но, подлечите мое физическое здоровье, чтобы я смог запрыгнуть то в свое кино, получить ту радость, чтобы у меня смог быть алкоголь, чтобы я знал, зачем мне надо жить этот день прожить, зачем мне встать в кровати, зачем мне вообще, вот я проснулся, да, представляете, просыпаюсь, и дальше, что делать? Ну, в туалет сходил, ладно, дальше что? Ничего не охота, ничего не радует. Жить, блин, у них не охота, не кушать не охота. А алкоголя нет. Вот когда алкоголь выпьет, все, значит, начинается движуха, да? И, понимаете, и первый раз я ощутил мощь алкоголя, это когда? Вот когда я не смог его выпить. И я пошел в больничку, оказался, это реабилитационный центр, и там мне немножко рассказали, посторонние люди, на самом деле, какие-то зависимые, наркоманы, я себя не причислял к таковым, да, алкоголики какие-то там, разные, я себя тоже к алкоголикам не причислял, ну, я просто, блин, ну, чувак, я, да, своей заработался, я свое отборал. Вы видите, там и умный, что ли, блядь, на лбаев ебаный? Классный. Я, это самое, все, у меня есть проблема, серьезная проблема, она заключалась в том, что я не могу бухнуть, я не могу выпить и войти в это состояние, когда все ништяк, все нормально, я покажу вам еще, как жить, у меня еще все впереди, и главное все, у меня вот нет смысла встать с кровати, я просыпаюсь, и я не знаю, что делать, никуда меня не тянет, никуда я не хочу, ни к детям я не хочу, ни там, что, заново какую-то жизнь начинать, работать, а какая радость, это не просто радость, это боль, это такая, страх, и тут тебя всплывает, сдохнуть страшно, да, там что-то сделать с собой, я трусливый для этого, а жить что делать, а как делать, вот что делать, что значит жить, это значит, надо что-то делать для чего-то, я не вижу никакого смысла, встать с кровати и спать уже не могу, и я не помню, какие у меня в голове там мысли были такие, там, жалость себе это называется, или что там, или апатия, отчаяние, и так далее, и так далее, но это было то состояние, когда я пришел, и у меня ни одного какого-то варианта, как прокрутиться этот день без бухла, у меня не было варианта, как выкрутиться, и тогда я честно подошел, начал обращаться, дергать за рукава ребят, которые были в этом революционном центре, да, это я там 3-4 дня трезвый, да, я пришел в больницу, помогите мне, а мне, я осознаю, что мне не, что мне нет, я могу бухать, нет проблем, я могу бухать, но никто мне не прокрутирует 3-ю эпилепцию, что ее не будет, и мне никто не прокрутирует, что я упаду в нужном месте, в нужное время, и кто-то меня откачает в этот момент, и я не заканчиваю, и так далее, то есть у меня нет контроля, и страшно бухнуть еще, а трезвым не бухать, это вообще на букву Ж, понимаете, поэтому в этот момент, сегодня я понимаю, я там получил дар такой капитуляции, и первый раз я реально обратился за помощью, первый раз в жизни, реально подошел к каким-то посторонним людям, которые там ходили по ревцентру, да, и которые что-то там рассказывали, про какие-то собственные эпилепсии, собственные эпилепсии, но при этом они, блин, улыбались, они как-то ехидно смеялись ко мне, когда лазалось надо мной, и я понял, что они меня дурят, что они что-то тут мутят, а мне просто не говорят, потому что я там новичок заехал, да, а они там старички, ну я включил все свои навыки, приспособления, выживания в разных местах, не столь одоленных, и вообще в жизни, да, там, Украина, Хабаровск, Москва, мне по барабану, мне надо главное выжить, приспособиться к местным, да, стать своим везде, и тогда я делаю это с алкоголем, с помощью алкоголя, и только с помощью алкоголя. С алкоголем, тебя хоть раз четыре пингвина жёг трахали? Хороший комментарий, и если, а здесь тебе надо сделать то же самое, в состоянии трезвости, и просто один повод мне это делать, потому что у меня других вариантов нету, я боюсь выйти, закончится реп-центр, закончится этот срок, да, когда я там отлежу, нет проблем, отваляюсь, у меня нет вариантов, чтобы пойти, что делать дальше, какой, вот, приду я домой, всё есть, всё есть, всё есть, ничего не изменилось, только я, у меня нет бухла, вот что делать, нет никакого смысла, что делать, и тогда я вот этих начал дёргать, выявлять этих секрет, секреты у этих ребят, которые улыбались, да, они, мне казалось, они радостные, да, у них была какая-то радость, у них есть какой-то способ, хитрый способ, прокрутились, и они сказали, что они там, сообщество параллельного какого-то, называли себя там, анонимными наркоманами, я говорю, да мне пофиг, для меня это всё равно, я тогда говорил, анонимные доберманы, да хоть кто вы, у меня внутри я себя, я так, я же хитрый, я не буду в лоб говорить, что вы кто такие, а для меня они никто, я их имена не знаю, мне не надо, у меня они ни друзья, ни брат, ни сват, я к ним не тянулся, я на них не равнялся, и они, не искал там какие-то там, для меня это ничто, для меня это было просто какие-то один-два человека, которые, я знаю их имена, вот и два человека, я запомнил, потому что там я видел, и я знаю, что они рассказывали такие же примерно ситуации, да, про свою жизнь, и говорили, что вы такой, что я там, про свои эмоции, про свои, что они пережили, но при этом сегодня они как-то улыбались, они как-то хитро, хитро жили и радовали жизни, и я пошёл за ними, выведывать эти секреты, и действительно, только по одной причине, потому что у меня собственных вариантов не было, мне не было варианта, как прокрутиться, и слава Богу, нашёл бы хоть один способ, что-то сделать по-своему, я бы туда не пошёл, последнее место, когда я пошёл, какие-то группы, какие-то там, туда я пришёл, смотрю, куча людей, куча людей, там большая количество, 30-40, не помню, сколько человек, первую, и часть из них сидят по углам, куняют, какие-то, бедовые какие-то, но некоторые из них сидели во голове стола и улыбались, и они вели группы, они рассказывали там что-то, у них спрашивали советов, мне казалось, что вот сидят авторитеты там сидят, и они всё знают, они знают секреты, я естественно, начал к ним тянуться, приближаться, и я начал играть в радость, я начал изображать радость, я начал изображать радость, вот этой радость жизни, на самом деле, оно много было наигранно, но по правде сказать, у меня очень-очень, сегодня я могу определить это, что это настоящая радость, на самом деле, настоящая радость для меня, это был в тот момент вообще, это было применьшение боли, какая-то надежда, вот было больно, блин, вообще труба, вариантов нету, делать нечего, застрелиться страшно, жить неохота, сдохнуть, блин, хочется, я не знаю, всех порвать, самому убежать, их некуда, состояние безнадега, вообще такая, и за что такая жизнь, и нафиг все это, все надо, ну нафиг мама родила, и так далее, и все твои понты, все твои виртуальные, визуальные, эмоциональные, свои твои понты, которые там, еще с алкоголем, как-то там, заработанные деньги, украденные миллионы, у меня украли, я там, в 90-х тоже там, куча всяких дел, все твои вроде бы, как заслуги, выжил, выжил, можно засунуть в определенное место, они никакого значения не имеют, потому что сегодня ты не знаешь, что делать один день, встать с кровати, а обухнуть еще страшно, вот это никчемность, ты никто, как человек, я в тот момент, как личность, я перестал существовать, я умер, грубо говоря, фактически, мне было пофиг, что со мной, как меня зовут, у меня была единственная надежда, которую мне дали те ребята, которые я за ними пошел, и они улыбались, вот эти улыбки дали мне надежду, я пошел за ними, знаете, терять нечего, хуже не будет, уже хуже не может быть, не, хуже не бывает, мне не нужны деньги, представляете, деньги государство платит, есть деньги, все хорошо, а зачем они, что с ними делать, вот для чего надо, если на них даже бухнуть нельзя, я могу их отдать, выбросить, ну а мне, зачем, то есть никакого смысла, ни в чем, возвращаемся к нашей теме, радость жизни, я начал с того, что действительно, я увидел людей, которые улыбаются, и я пошел, и я честно им сказал, ребята, говорите, что мне надо, делать, команду темно, я так, я, я умею приспосабливаться, знаете, задницу, там, я не знаю, угодничать, я умею, умею примазываться, смотрю, там, где-то, я думал, там, седьмая традиция, туда шла, да, я думал, это там общак, дербанят, понимаете, раз туда корзинка идет, там авторитеты, ну, ну, понятное дело, само собой, есть люди в другом месте сидят, по углам рассижены, там, они сидят, и плохо, жалуются ходят, там, каждый, там, одни и те же люди ходят, и говорят, ой, жена плохо, работа плохо, все плохо, все плохо, все плохо, как будто ему здесь дают какие-то кровишки хорошие, а есть часть людей, которые, ну, это так, это так, это так, и улыбаются, да, говорит, у меня тоже жопа, но, он смеется при этом, я говорю, что-то тут не то, и я, конечно, пошел за теми, кто, у которых были какие-то секреты, это те, которые были там, угловые слова, это те, которые делали, как сегодня я понимаю, служение, это те, которые мне сказали, Гай, ну, надо, надо что-то делать, программу выздоровления, я говорю, что такое, какая программа, я же делаю все, говорит, нет, вот программа выздоровления твоя, какая программа, ну, возьми спонсора, нет примера, кто, самый авторитетный, возьмешь мне, да, Какая программа? Ну, надо делать шаги. Да хоть что. Хоть шаги, хоть подскоки. Вы мне просто, я буду делать все, что вы мне скажете, если у меня есть шанс выведать ваши секреты. Ваши секреты, как вы, бухая так же, употребляя, еще хуже, да. И эпилепсии было, как минимум столько же, но при этом сегодня вы умудрились жить, и у вас нормально, вы улыбаетесь. И при этом вы говорите, что это происходит у вас уже какой-то год. Годы трезвости, это не то же там, опа, случайно. Что-то здесь не так, я не понимал, что это такое, я не понимал куда, я не понимал эти шаги. Для меня эти все духовные термины, высшая сила, для меня это было неопределенные вещи, это те вещи, которые мне было неважно. Я не был против ничего, да, но я и не вдавался подробно. Если надо, грубо говоря, если бы мне сказали в этом сообществе, там, молись, там, Мария Кришна говори, я бы говорил бы. Мне какая разница? Вся единственная вещь, которая меня туда полкала, это то, что у меня не было способа, как проклятиться. Вот из обратного. И я сыграл темную. Сегодня я могу так сказать, что мне гениально, уникально, я благодарен безмерно Богу, судьбе, там, я не знаю, всему, что мне повезло. Я даже понятия не имел, насколько это единственный для меня способ жизни на сегодняшней основе. Что радость жизни, это не просто, это обязательное условие моего решения, да, моего выздоровления. Если бы я не обнаружил бы способ, который мне предложили, не пришел бы к радости жизни, да, к пониманию, зачем я встаю с кровати, да, не просто там, понимание, зачем мне нужны деньги, да. Не просто заработать деньги для того, чтобы, чтобы были деньги, а деньги нужны для чего-то, понимание, для чего я вообще там, как общаться с людьми, зачем я живу, в чем, в чем, где, в чем мы, где моя радость, да. Как вот радоваться от жизни. Если бы я не нашел вот этот способ радоваться жизни, вряд ли бы я долго удержался бы, вот этот способ бы на меня долго не работал бы. Я бы не знаю, бухал бы я бы, или бы как-то другим способом искал бы, но я бы что-то искал, потому что грустить, тосковать, и безнадежно, я не знаю, сколько бы я смог бы, там, жить в этом состоянии, ну, а зачем это все, да, блин, ну, давай еще день, там, как мальчишка, кем мальчиш, говорю, нам бы день продержаться, да ночь простоять, а вот завтра, там, через 10 лет, когда через 10 лет, вот, иди, я, блин, ну, куда через 10 лет, я, и меня нет столько выносливости, чтобы терпеть что-то, да, терпеть, грызть ногтями, чтобы через какое-то 10 лет, может быть, а может и не быть, тебе будет и радостно. Я, может быть, и поверил бы в это, но я вряд ли бы выдержал 10 лет, поэтому мне надо было сразу здесь и сейчас. И у меня так и получилось, как ни странно, вот, первый раз, как только я осознал, что мне кирдык, да, вот я просто принял факт, что мне нельзя бухать, и у меня нет способа, как, что я буду делать, один день выйдет, да, и как только я принял этот факт, мне стало, стало облегчение, я быстро сразу пошел просить о помощи, как только мне рассказали вариант, мне стало легче, мне стало попускать, это тоже радость, мне стало попускать, и с этого момента, как я вот пошел, я начал цеплять, я начал читать какие-то книги, я начал слушать, действительно слушать, да, я действительно, там, выискивать, где же взять полезность для себя, для эгоистических, вот, где взять ту кайфушу, там, что-нибудь, вот, как, как разобраться, секреты выведать, и, вот, буквально с первого дня, с момента, это самое, когда я еще в реабилитационном центре, начал, там, с незнакомыми людьми общаться, расспрашивать, за рукава дергать, с этого момента я не останавливаюсь, анонимно наркоманы, потом анонимно алкоголики, сделали группу, все, и в это каждый день вся эта система продолжает, мне, там, наполняет, я люблю жить полноценной жизнью, эта полноценная жизнь приносит мне радость, я теперь просто знаю, как мне это сделать, мне показали это, да, не то, что я знаю, там, так лунный, мне показали 12 шагов, я вот закончу просто, я не, у нас 50 минут, нормально, и я вот сейчас говорю, как будто, какие-то секретные коды, да, как мне рассказывали в первый день, а в чем же здесь подвох, на самом деле, никакого подвоха нет, да, есть, есть программа выздоровления для такого эгоиста, как я, да, что, который допился до такой ручки, что, что, что не смог выпить больше, все, закончил, водка со мной счет уже закончила, и, 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 а жить еще, там, инстинкты самосохранения работают, жить еще охота, а сдохнуть страшно, да, и, и, и надо бы как-то выкрутиться, и мне подвернулось вот это вот сообщество, и которые предложили мне сделать определенные вещи, которые совершенно не мои, совершенно не для меня, совершенно мне непонятны, совершенно чужие, даже слова, которые пишутся, я могу читать, я могу их понять, но я их не переживаю, я их не ассоциирую, я, ну, не верю в них, у меня нет опыта, что некая сила, там, какая, вообще, группа какая-то захочет мне помочь, или какая-то сила более могучая, или какой-то бог, или, это, это, я могу сказать, да, хорошо, как в кино, я посмотрю кино и скажу, да, может быть, но я-то тут при чем, меня это никак не касалось, но что со мной произошло, это вот единственная честная правда самим собой, насколько я был способен, я всегда смотрел, Гай, у тебя еще есть другой вариант, лучший, а что ты тут делаешь, если есть лучший вариант, нету, значит сиди и продолжай копать, да, и так я каждый день с инвентаризацией собственной и думал, что вот моя откровенная жена, пока я делал вот эти шаги, и на самом деле, вот, в результате вот этого дела, знаете, от обратного, да, вот, все от обратного, у меня вариантов нету, ну, буду продолжать делать то, что мне говорят, мне говорят это делать, можешь, сложно, нет, не сложно, сделай, раз, сделал, все нормально, смотрю, хуже не стало, смотрю, не бьют, да, не выгоняют, и все потихонечку, я смотрю, что, опа, а мне оно становится вот радостно, мне, мне уже есть какой-то смысл, есть, и так день за днем, сегодня, ну, благодаря, там, я не знаю, шагам, которые меня провели по шагам, я увидел, мне показали, вот твой источник радости, Гай, вот твой источник радости, какая источник радости, будь полезен для других, как это, а вот так вот, будь полезен для других, на ежедневной, постоянной основе, ищи постоянно, к чему ты можешь быть полезен для других, и тогда у тебя жизнь обретет, там, смысл, новый смысл, да, я могу цитировать книгу, но не хочу это чувствовать, но это то, что мне показали, то, что мне, к чему меня привели, эти шаги сделаны, да, они мне показали, что я парюсь, создаю собственные проблемы, и эмоциональные, мне показали, что я могу, и, там, я не знаю, винить всех окружающих, и, там, судьбу проклинать, ну, толку, мне от этого лучше не дают, мне предложили просто совершенно новое направление, совершенно новое направление, не искать, что урвать, да, от вас, а просто сказать, окей, идти и быть, искать, где ты можешь быть полезным, да, где ты, что ты можешь дать, и это такие вещи, казалось бы, там, голословные, но, на самом деле, это единственный для меня источник радости до следующего дня, если я сегодня начну думать, что мне не хватает, или что я потерял за свои прошлые годы, или что меня не радует, что меня сегодня не радует, что меня не удовлетворяет, если я только остановлюсь и начну об этом думать, у меня все не радует, мне всего мало, все не так, как я хотел бы, и, 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 и вы вообще, блин, все, все ничего не понимаете, вы мне все не додали, я такой великий, я такой, блин, вы смотрите, я, там, четверо детей породил, я же в Израиле, там, семью привез, и я же бизнесы в Москве, в Питере построил, я же всем обеспечил, всем, а вы меня взяли и хинули, то есть, и как только я начинаю думать о себе, да, вот какие-то, там, на интернете, то у меня сразу не радостно становится, да, ну, ну, хорошо, так, сразу такой простой ответ, все здорово, Гай, ты, конечно, крутой такой, все, ну, есть бывший, все в прошлом, а сейчас ты кто, вот в данный момент, что ты можешь, и тогда и приходит это на горькая правда, какая горькая правда, без 100 грамм я вообще никто, ничто, и сверху бантик, понимаете, и когда мне предложили другой путь, я, ну, терять нечего, и вот в результате вот этой капитуляции, да, такое страшное слово капитуляция, на самом деле просто пробуждение, знаете, пробуждение, а мне открылись глаза, вот, на собственную правду, и я, и мне нечем было эту правду залить, да, я не мог от нее убежать, вот она, это ты, Гай, это, это твоя жизнь, это твоя ситуация, это твои дети, это твоя деградация, вот ты можешь всем рассказать, какой ты крутой, переодеться, побриться, помыться, выйти и рассказать байки, но сам себе, когда ты ложишься спать на подушку, ты-то, что расскажешь, вот твоя стоимость, вот результат всей твоей жизни, ты не знаешь, зачем встать утром, когда тебя разбудили, и ты открываешь глаза и говоришь, блин, заснуть, я бы заснул бы еще на сутки, но, блин, не могу уже, и не знаешь, что делать, тебе страшно идти к детям, собственно, ты не знаешь, как с ними общаться, ты не знаешь вообще, как выйти в люди, людей повстречать, ну, кроме как субутыльников, ты никого не знаешь, а что в тебе говорить, ты весь такой горький, несчастный, безнадега и так далее, поэтому радость жизни, возвращаясь к теме, я, может быть, будут вопросы конкретные, так я буду говорить, но, и программа 12 шагов, это программа, которая такому вот конченому, как я, приводит, приводит к той точке, что он находит заново радость жизни, полезность, нужность, нужность своего собственного существования, понимаете, если я, там, 13 лет назад, даже, блин, когда я бухал, я просто, там, в атмосферу издавал какую-то энергетическую, вонял эту атмосферу, и бесполезное существо, что самые близкие, единственные, кто еще меня терпели, потому что, ну, блин, не может нам вынуть, все остальные, от кого мои пользы, в лучшем случае обходили мимо меня, потому что бесполезное существо, которые жалели меня даже, а я говорю, что вы не надо меня жалеть, вот сами себя пожалеете, смотрите, вы домой ходите, на работы ходите, фраера, лохи, туда-сюда, а я здесь крутой на инвалидной коляске, у меня все есть, все, что надо для того, чтобы, и я вас еще научу жизни, и это с помощью алкоголика, и это моя реальность, а тут бах, и, как говорится, знаете, разбитая корыта, да, то есть, опа, вот она реальность, ты вот ничто, и сверху бантик, и никчемный человек, никчемный человек, я так еще считал, ты не знаешь, ты никому не нужен, ты сам себе не нужен, противен, и не хочешь вставать, и с этой точки, с этой точки, я начал дергать людей из-за рукава, посторонних людей, мне повезло, мне попались ребята, которые говорили про 12 шагов, которые говорили про путь к выздоровлению, которые говорили про решение для меня, я им не верил, я не понятия не имел, о чем они говорят, но у меня не было выбора, я не знал, о чем они говорят, но мне повезло, мне не было выбора, но они меня не обманули, поэтому я сегодня сижу с вами, общаюсь с донецком на баурджан из из алматы подсоединяется и я сижу в израиле радуюсь жизни каждый день даже когда мне грустно когда я ругаюсь когда мне плохо я раду знаете почему потому что я нужен я полезен для других меня есть кто-то кто кому я нужен еще и это меня наполняет мне есть зачем встать с кровати я могу погундосить могу туда-сюда рассказать вам пожаловаться ну это это как говорится моя внутренняя моя вера у меня сегодня слава богу есть выбор вот сегодня у меня есть выбор выбор подарены мне программы 12 шагов я могу сразу же остановиться и переключиться на радость жизни я знаю откуда она берется у меня уже есть опыт если я пойду по этому направлению не по своему а потому который мне предложено 12 шагах я сто процентов знаю что в конце дня в течение дня я буду удовлетворен я буду меньше хрустить а меньше думать о себе значит меньше париться и я не парюсь и у меня есть источник радости безграничный бесконечный чем больше я туда обращаю тем больше радости это настоящая свобода это то что нам гарантировано это то бы я живу в реальности до пробуждения нам тоже гарантировано в результате шагов если сделали у меня это произошло я я я смотрю в реальность и плохо кто зла что плохо когда мне было плохо это меня привело к богу а кто кто это говорит что это плохо а может это хорошо подождем что плохо ты живой ты стал слава богу что такое что случилось а иди думай о других оставь себя в сторону и так далее так далее это каждый день на основе и мне кайф от этого знаете чего я играю сам собой я фактически стою блин окей ну погрустил погундосил раз забыл 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 что я же этот самый у меня же есть мой повелитель высшая сила дня есть мое направление у меня есть источник энергии бесконечной подключись к нему и спроси что мне надо сделать для других даже не надо спрашивать только когда он был я уже знаю я себя обкрутил всеми вот этими другими которые мне помогают радоваться жизни мне надо только к ним обратиться и сказать как твои дела дорогой как ты себя чувствуешь а тебе грустно я прошу тебе грустно мне уже не грустно как только вращать тип грустно ли тебе я у меня сразу меня перестает быть грустно я уже к ним я уже свои чувства уже не имеет никакого значения что я чувствую они меня не парят они меня не грузит и это на самом деле большая радость да я там живу полноценной жизнью и радость от того что мне что я что у меня есть эмоции что мне чувство что я злюсь что я ругаю ну ну что и что я святой или там я не знаю и у меня и это тоже все благодаря шагам шаги мне подарили эту свободу внутреннюю я стремлюсь к этим вещам и и делаю я стремлюсь к идеалу я это мое направление направление это как книге сказано новый способ жизни подарены возложены к моим ногам я его использовал его применю только по одной еще раз говорю по одной простой причине потому что у меня ни одного собственного варианта не осталось это мой если кто-то еще там на свои варианты полагается я снимаю шляпу просто по я пока все свои варианты не использовал и я не пошел туда это у меня такая упертость ну не я не знаю упертости сегодня так что это 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 суть моей природы это моя судьба на это мой путь поэтому мне надо было и там допиться это так и я не знаю если бы и там мне предложили вот такой вариант там я не знаю то те же там 12 шагов предложили как вариант решения в тот момент когда я сижу на инвалидной коляске деградированный человек но я еще бухаю слышишь да иди ты лечись иди свои шаги делай ты кому-то здесь что-то не порт мне настроение иди погуляй я тебе сейчас я тебя научу жизни это тебе надо может быть выздоравливать это тебе надо что-то там делать мне не надо мне все зашибись я все под контролем поэтому ко мне пришло решение да вот именно внешнее решение когда как подарок оно пришло в тот момент когда я действительно жизнь меня я сам себя размазал да то есть я все я не могу выпить и тоже хочу бросить не нет такой формулы не было не мог выпить не могу смог бы выпить пил бы но я слава богу не выпил и слава богу пошел за ребятами которые мне предложили вот решение сегодня я знаю знаю уже знаю даже не верю я знаю что 12 шагов там программа 12 шагов она она делает чудо со мной она сделала со мной чудо я полностью заново обрел смысл жизни заново я занимаюсь не тем что занимался вообще другие параллельно я занимаюсь я живу полноценной жизнью у меня много планом на 200 лет я не собираюсь завтра умирать но но я живу сегодня потому что я не не самоуверенно вдруг не разбужусь если я буду нужен высшей силе того меня разбудит завтра если нет начнет но у меня есть целый день на сегодняшний день в котором я могу кайфовать и радоваться жизни и это сегодня в моих руках мне надо только остановиться и подключиться к источнику энергии к источнике этой силы к высшей силы и которое мне дало направление иди занимайся его детьми то есть всеми кто кто тебя попадается на пути все люди которые попадаются на пути будь для них по думая о них как быть им полезен как и быть нужен это такой кайф потому что это это тебе не надо для этого там перетруждаться какие-то там куча на тебя там дипломов навешивать или там и какую-то учебу какую-то проходить институты закачивать докторские прописывания это здесь и сейчас просто определить обратиться человек чем я могу тебе полезен быть и посмотреть что в чем его проблема вот здесь я послушать чем его проблема игра этот слышишь ты видишь уже боженька тебя какие-то решения туда кидает просто реально подумать о его нуждах это то что написано наши книги на это моя моя личная жизнь зависит от того насколько я буду думать о нуждах других к насколько я смогу быть им полезен понимаете а до этого я когда бухал и люди ходили я не я их не видел до тех пор пока мне от них что-то не понадобилось я их вообще не замечал кто они такие зачем они надо понятие что надо думать о том что ему надо я что это самый меценат какой-то я что мама тереза я я я не понимал вообще для меня этого не было форму поэтому сегодня я благодарен богу благодаря судьбе благодарен всему что мне 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 показали как насколько это мне конченому эгоисту 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 и выгодно жить в новом направлении который подарил мне 12 шагами большой книгой я благодарен витя с донецком общаюсь и это тоже часть моего чуда чудо моей жизни спасибо что послушали я благодарен вам что вы меня пригласили будут ответы будут вопросы я буду рад ответить нет я не вижу где-то там у нас был перебой там ну а что то это ну я постараюсь боржан боржана есть вопрос ну вот я включаю его я не знаю сейчас я нет я не могу включить я могу я могу попросить включить видео так перевести золо переводить нет я слышу да я не знаю как включать я сейчас если получится я сделаю пока я ничего не вижу я навожу но у меня ничего не дает я понимаю что у меня нет возможности такой спасибо тебе сейчас попросить будем задавать да я я уже не получал я чувствовал что я пьяный но это эффект когда двигатель не было она как богат заребала я ничего не чувствовал и продолжал все равно и плюс уже у меня начали Да, 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 я слышу. Вот, а у меня вопрос, ну, у меня много всяких проблем трезвости, трезво жизни была, вот, а сейчас такая проблема, что вот меня начали мысли посещать, что я уже там умелый, мне не нужно ходить на кругу, короче, мне не нужно делать шаги, вот, и, ну, я вот, и так, ну, знаешь, он такой вот хитрый, коварный брат, он может мысль сделать, что ты будешь думать, что она моя, вот, я вот, ну, понимаешь, что надо не слушать, делом не сделать, но все равно, я не понял, откуда эти петрушки взбалутся, и как вот себя застраховать, не повезти, как, ну, не прошла, что, мол, не нужно уже ходить никуда, уже там почти шесть лет трезвость, спасибо. Ну, да, я понял вопрос, ну, знаете, в книге нам сказано, одно предостережение, да, ну, там много, но одно из них главных, да, в определенные моменты нет защиты от первой рюмки, поэтому, как себя застраховать, и от того, что наступит, мне мои спонсоры объясняли, и сказали, что просто вот этот определенный момент, это, это значит, в неопределенное время, то есть, когда, фиг знает, когда это наступит, и почему это наступает, и какая причина этому, никто не знает, поэтому, и, вот, когда спрашивают вопрос, как себя застраховать, и, то я не знаю ответа, нет у нас страховки от этого, но, у нас напис, у нас написано предупреждение, да, как надо жить, как надо жить, чтобы в этот определенный момент уповать на то, что высшая сила спасет от безумия, для этого нужно не почивать на лаврах, для этого нужно постоянно быть на связи с Творцом, да, то есть, не забывать, что он управляет, это надо ежедневно вспоминать, что он руководит твоей жизнью, ежедневно напоминать себе, что я перепоручил свою жизнь, я не управляю своей жизнью, я не приобрел способность контролировать собственную жизнь, у меня нет контроля, у меня дан подарок и возможность подключаться к источнику контроля, который контролирует, мне подключаться, Но я сам не контролирую свою жизнь и не буду контролировать. Поэтому первые шаги, вообще 12 шагов, это не просто какой-то там курс, который надо начать и закончить. Это тот способ, по которому мы живем. Поэтому бросить шаги, это нет такого понимания, бросить шаги. Или ты живешь на основе этих шагов, на основе тех принципов, которые указаны на шагов. Или ты не живешь на них. И совершенно не важно, что ты 5 лет назад или 5 дней назад был крутым, знал наизусть все шаги, и у тебя были спонсорные и подспонсорные. Это не имеет значения. Ты сейчас, как ты живешь? Сегодня как? Это то же самое, как раньше, если я бухал, у меня было все здорово. Я бизнесом контролировал, я нормально все сделал, я бухал. А в последний момент я был на явленной коляске, даже бухнуть не мог. Поэтому не важно, что было, важно, что есть сейчас. Шаги – это тот способ, по которому жить сейчас. И тут не надо страховаться, не надо париться. Но надо жить, надо жить на ежедневной основе, надо простым направлением. Бог управляет не я. Моя задача от Бога, настоящая задача от Бога определена. Мне надо заботиться, исполнять его волю и заботиться о его детях. То есть быть зацикленным на других людях, искать постоянно собственную полезность. И чем меньше я о себе заботюсь, тем меньше я парюсь. И тем меньше у меня есть шансов зайти в какой-то тупик. И потом я вдруг себя обнаружу, что я весь трезвый, я весь такой умный, я весь такой классный. Но опять никому не нужен, и никто мне не надо. И так далее, и так далее. Ну вот здесь бы неплохо что-нибудь поменять. И пойти там, накатить. Ну не будет не накатить, может пойти там какие-то приключения другие. Поэтому я не знаю, что такое застраховаться. Я знаю, что для меня жизнь по программе, это сегодня она обязательная часть моей жизни. Это моя жизнь. У меня нет разделения. Жизнь Гая и вот 12 шагов. Я живу по этим принципам, стараясь их применять. Это моя жизнь, моя жизнь. Я живу 12 шагов. Я делаю периодически инвентаризации, если что-то накопилось. Но я на нежедневной основе делаю инвентаризацию четвертого шага. Все шаги, я живу на них. Я каждый день капитулирую. Каждое утро я стою весь такой сам. Я такой, и мне все плохо. И периодически меня заносит, что как вот круто я вот что-то сделал. Смотри, как я успел. У меня такая присвоить себе все заслуги все. Это суть моего эгоизма. Он и существует, никуда не делся. Происходит какое-то там наводнение. Было наводнение, допустим. И вот предупредили кто-то за мной. Я схожу, вот видите, какой умный, что я вовремя убежал от наводнения. Я любые вещи, я приписываю себе как хорошие, да, что-то какие-то хорошие. Как будто это мои заслуги. И естественно автоматически все мои неудачи я перекидываю на других, да. Я нахожу крайних виноватых. Это суть моего эгоизма. Суть моей природы. Это моя природа. Но у меня есть возможность посмотреть эту честность. Да, что такое честность с вами собой. Остальные говорят, окей, Гай, какая рая, отведи себя в сторону. Ты вообще проснулся, ты что, контролировал себя ночью? Ты такой, кто-то, сердечко еще бьется? Скажи спасибо, что кто-то тебя разбудил. И скажи спасибо, что тебе дали возможность вот это делать. Предоставили тебе поляну, чтобы ты кому-то, люди там, и так далее, и так далее. Мне надо просто вспомнить основу, что я свою жизнь за 100 грамм прохерил, включая все. Я уже свою жизнь отыграл под своим контролем. И эта работа никуда от меня не денется. И это моя ответственность вставать и вспоминать с 11 шагом это называется. А направление, 12 шаг нам дано на всю жизнь. Как жить, как применять и учиться принципы, все принципы всех программ, всем традициям. Все, что у меня новое, это для меня, которое я выучил и стараюсь применять, это для меня новая жизнь. Я новый человек, я другой человек. Я физически, может, тот же, ну, конечно, не тот же деградированный чмо, блин, даже лучше стал, да. Но внутренне, эмоционально, все, я действительно по-другому на все смотрю. И это то, что называется духовное пробуждение, это то, что писал Карл Юнг, коренное изменение психологии, внутреннего состояния, коренное, революционное. Я не знаю, видишь, это целая лекция, ответ простой вопрос. Как застраховаться? Да не надо, живи, радуйся, просто применяй эти принципы во всех своих делах. Не почивать на лаврах, да? Да. Главное, не почивать на лаврах. Не почивать на лаврах, не забывать, что алкоголизм... Да, не почивать на лаврах, как добавить. Алкоголизм, это алкоголь здесь, можно вычеркнуть. Есть изм, это я, это мое эго, это мое мышление. У меня в голове проблема. И если я буду сам на это опираться, на свою болезнь, значит, не алкоголь вместо изма остается всегда. С этим мы имеем дело. Вместо алкоголя добавится все, что угодно, может. Может добавится, я не знаю, любое отношение, любое безумие другое. Не здравомыслие, это мое состояние. Почему? Потому что я полагаюсь на себя, на свои чувства и эмоции. И это вот опасная вещь называется, она, мягко сказано, почивать на лаврах. Просто или с Богом ты живешь, или ты живешь, как обычно, по-своему. Вот и все. С Богом это значит, не ты себя разбудил утром. А Бауржан, слышит нас? Бауржан, говорит. Привет. Ага, всем привет, Бауржан Когольев. Привет, Бауржан. Ага, да. Благодарил за спикерское, очень мощное спикерское. Я и не сомневался. Я учился. Рад видеть тебя из Алматы. Если меня помнишь, я приезжал сюда. Да, 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 помню. На Круппе, Круппатурксид в Алмате. У меня такой вопрос. Сейчас, в данное время, да, у меня проблемы со здоровьем и в личных отношениях. Такой мощный, особенно эмоциональный, вот, видите, в личных отношениях. Ну, я, как бы, как ты говорил, я, ну, по программе, да, вот это быть полезным, ну, вот это, отойти от эгоизма, быть полезным, служению, группы, посещая всегда, там, ну, сообщество, одним словом. Ну, а где-то у меня, вот это, страхи, да, страх от одиночества, ну, выдуманные, как бы, да, вот, по которым прошли четвертые шаги. И у меня, вот, последние дни, вот, у тебя тема, да, вот эта радость, как будто у меня покидает вот это чувство радости. Я, не, уныние не такое уж, там, стильное, да, нету такого, это вот так хожу. Ну, вот, среднее такое, ну, я чувствую себя, да, уже анализирую каждый день, например, что радость от меня каждый день ускользает ниже, ниже, ну, уходит от меня, как бы. Я понимаю, это, все, что происходит, это в моей голове, но как-то есть другие, ну, в твоем опыте, что с этим делать? Спасибо, Гарь. Да, спасибо, спасибо за вопрос, конечно, я, ну, опять же, я услышал, те принципы, которые, которые нам предложены, там, полезность для других, там, служение, и вообще, там, не играть роль Бога, да, не играть, там, Бога, в Бога, просто знать это, я могу это, это от меня зависит, это в моей власти или нет. Если не в моей власти, не отпустите все, все эти вещи, это, ну, это те, которые, вещи, которые мы применяем не только на группе. Эти принципы мы должны применять во всех отношениях, на работе я не работаю, я служу, я помогаю людям, в семье, там, в отношениях, я тоже строю отношения, насколько я могу быть полезен этому человеку. И я, и какие еще, в любом месте, где я выхожу из группы, выхожу, там, из сообщества, я, все принципы, все 12 шагов, я их применяю везде, с детьми, в семье, с чужими людьми, и так далее, и так далее. И тогда у меня не ограничивается мое удовольствие, моя радость, да, то, что мы говорим, да, что вот на группе я прихожу, меня попускают, классно, все свои. Возвращаюсь домой, а там ты сидишь, да, пришел домой, а там ты сидишь, и все, и вроде как там же все заположено, все, там я мог быть нормальным, нормальным, в кавычках, человеком. А здесь я, там, могу, там, любить, принять, понять любого, там, алкаша, который, там, только что, там, еще с перегаром, и я его понимаю, я люблю. Прихожу домой, я не могу, там, свою, там, женщину любить, почему? Потому что она что-то не так повела, и так далее, и так далее. То есть, я, мне кажется, моему эго, мне кажется, что там я не должен применять эти принципы. Я не могу принять, я не могу терпение, терпеливость принимать. И вся программа «12 шагов» в большой книге, 5 глав, да, 5, там, 2-3 книги посвящены одной теме. Как мне, Гаю, жить в мире с этими принципами, которые мне подарены. И тогда вот тоска, угрученность, она будет волнами приходить и уходить. Но у меня будет решение, оно не будет зависеть от того, насколько я нахожусь в группе или не нахожусь в группе. Я еще раз говорю, я не вижу, что там группа эта нужна или не нужна. Естественно, там для нас самая приемлемая почва, да, плацдарм. На собраниях, спонсоры с единомышленниками, все лкаши, все понимают, это здорово. А что, если я прихожу в нормальный, там, вроде бы нормальный, ненормальный мир, и я там чувствую себя опять посторонним. Почему я чувствую себя посторонним? Потому что я себя от них отделяю. Но если я включаю те же принципы и начинаю думать о тех людях, не обзывая их таким скверным словом, да эти нормальные, эти нормативные, они ничего не понимают, эти вообще им всем надо, вот если бы они шаги там проходили, отправлять их к каких-то там терапевтам. Я вроде бы как стал уже духовный, а они вообще там не духовные. Понимаете, поэтому от меня зависит, насколько я буду жить в мире, с внешним миром. А это не только в группе. На группе, опять же, это наш тренировочный лагерь. Сообщенно это наш тренировочный лагерь, мы там тренируемся. Там нас просят помощи, там мы можем помогать, там мы нужны, там мы полезны. Когда выходим на улицу, выходим домой, нам надо все вот то, что мы делаем на группах, в 10 раз больше делать дома, там сложнее, потому что там есть правила жизни, человеческие правила. Кто главнее, кто первый, кто второй, кто мужчина, кто женя, кто кого породил и так далее, и так далее. Есть мирские заботы. Чтобы нас это не погрузило вот сюда, вот эти мирские заботы, мы должны стараться применять эти принципы во всех наших делах. Это везде, на работе. Поэтому я понимаю это состояние, когда это вроде как, вау, и группа, там поругался на группе, из группы ушел, или не покуроргался, все, вроде уже надоели одни и те же лица, рожи, да, хочется что-то другого, свежака какого-то. Все, уже люди не ходят, корона на лосу еще здесь, в зум переместились. Куча всяких вещей жизнь предоставляет. Я забываю одну простую жизнь, что это не корона. Все вот это вот, это реальность, Божья реальность. Вопрос, какая мне роль отведена в этой Божьей реальности? Подарена, благодаря тому, что я сделал шаговый, мне подарили направление. Я в этой реальности, в Божьей реальности могу быть полезным для других людей? Его детей, они не только алкоголики, его дети. И не только на группах они находятся, они находятся везде. Поэтому у меня всегда есть задача убрать себя в сторону. А то я грущу, я о себе заботюсь. А кто-то сказал, что ты способен это делать? А кто сказал мне, Гай, что я сейчас научился, как быть в гармонии с самим собой, и я все понял, я все понял, и все, теперь я могу контролировать собственную жизнь, собственную эмоциональную жизнь. Мне этого не обещают, мне наоборот, предоставляют в программе. Что алкоголь коварный враг. Алкоголь это мышление мое, голова мое, не алкоголь как вещество. Коварный враг, он мне расскажет правильные сказки, и скажет, что все, я теперь все понял, теперь я буду вести по-своему. И я веду себя по-своему, пользуясь какими-то новыми терминами, духовными терминами, но веду себя по-своему, опять злюсь на всех окружающих, что они не сильно, недостаточно духовные люди, и веду себя очень эгоистически в другом образе. И, естественно, со временем я начинаю чувствовать дискомфорт внутри. Дискомфорт. А этот дискомфорт как раз и есть та неудовлетворенность, которая нам тоже подарена Богом. Потому что при этой неудовлетворенности мы обязаны постоянно развиваться в развитии, в сторону Бога, в сторону еще большего служения Ему, Богу. Еще большей полезности для других людей, не себе. Это не программа, там, я буду хорошо, вот я сделаю и буду себя хорошо чувствовать. Нифига, если я буду себя хорошо чувствовать, это алкоголик. Я буду себя хорошо чувствовать, мне все будет мало, мне все мало, мне все мало, и пошли вы все нафиг. А эта программа как раз просто моего другого направления. Поэтому, дорогой оборужанчик, я говорю и знаю, что я прекрасно понимаю, такие волны бывают, все, но возвращаемся к первоисточнику, как говорится, 12 шагов. Жить на их основе, жить, применять эти шаги в своей жизни, везде, везде. А там и не безговорить. И служить, помогать, служить на работе, служить в семье, быть слугой везде. Потому что ты служишь Богу и Его детям. Это, как говорится, не западло, а это дар, что ты можешь это сделать. И кто выигрывает, и кто получает от этого первую радость, в первую очередь, это мы. Потому что, как говорится, мы меньше паримся, вот она и радость. А вся, вся, все, все, это парка, это когда я думаю о себе. А как я себя чувствую? А где я нахожусь? А что-то не так мне? А, 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 хотелось мне, 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 я, 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 я. В сторону, себя в сторону. А что там другое? А что соседи мои думают? А что моя там подруга думает? А что моя работодательная? А где я могу быть молодым? Мне достаточно людей вокруг себя, ищи. Есть много людей, которые нуждаются в моей помощи, в твоей, в каждом из вас. Которые тоже ходят, и кто бы им помог? Вот иди им там, обрати на них внимание. Я же не говорю там помог, а Бог помогает всем. Но переключись на их, на заботу об их. Обратить на них внимание. И это моментально срабатывает. Когда ты от себя там отключился, переключился на других, смотришь, день прошел, елки-палки. И тебе вообще не было времени грустить. Не было, не было времени скучать. Поэтому ты был занят, ты занимался грустью других людей. Я как-то так вот с этим справляюсь. Ну, погрустить это тоже нормально. Просто надо себе говорить, окей, я решил, да я себе так говорю. Ну, Гай, ты решил там погундосить сутки? Ну, сколько тебе хватит? На час, на два, на сутки, на неделю? Пожалуйста, можешь погрустить, пожаловаться на окружающих, на судьбу, на Бога, на кого угодно. Нет проблем. Сколько ты вытянешь это? Спасибо, Гай. Я, пожалуйста. Гай, спасибо. Такой вопрос. Гай, вот ты ты сказал, что... А, Олег, алкоголик, который вытянет. И ты сказал, что вот последний стадий потребления деньги тебе стали не нужны, интересный потерял, потому что он уходил так. Потом ты начал по обществу, в шагах, возвращаться, что называется, к жизни. И вот ты можешь вспомнить тот момент, когда ты ощутил новый интерес к жизни. То есть твой рассказ о том, что даже деньги уже перестали интересовать. И буква такие. То есть вообще и умереть бы вы, может быть, как кокну забираешь. А вот возврат к жизни, интерес к жизни. И вот та самая ценность своих действий, да, в программе, которая стала по силе, по мощи выше удовольствия первой рюмс. Самые первые программы идти. Боже, как он? Я, спасибо, Олег, за вопрос. Я понял вопрос. Это такой, ну, я постараюсь, самое сложное, кратко, на самом деле у меня нет конкретной точки, но я знаю, с первого момента у меня всегда вот были, с самого настоящего у меня появился вот то, что называется новый интерес к жизни. То, что там я потерял интерес к деньгам, когда я бухал, у меня был интерес к деньгам очень серьезный. Меня, когда не хватало на бухло, я искал деньги, как угодно, в долг записывал, все. Я, когда, когда алкоголя не было, вот когда у меня, я боялся еще выпить, у меня просто не было понимания, зачем деньги, да, вот для чего нужны деньги, если я не могу бухнуть даже. То есть, это просто глобально, это не то, что пропал интерес к деньгам, как таковым, не было, зачем иметь деньги, да, вот, и, и поэтому, мое вот изменение, там, вот, как ты говоришь, что приходили, они проходили поэтапно, с первого капли, вот я говорю, еще средочная с революционного центра, как только я, меня, меня накрыло, меня накрыло тем, что я, что мне кирдык, что я, это я, это я нахожусь здесь, в каком-то непонятном месте, и не какие-то посторонние люди, там, это я нахожусь среди посторонних, и, и я боюсь оттуда выйти, и это, и, и, и это, это такое, блин, отчаяние, это такая, не то что злость, это боль такая, такая вообще, и, и в этот момент, когда я вздохнул, увидел этого человека, и я пошел в площадь помощи, у меня было первое облегчение, это первые мои были из-за революционных изменений, а, поэтому, радость жизни, там, какие-то ключевые вещи, когда я это почувствовал, я каждый раз это чувствовал, но, я, выводы сделать, я могу только задним числом, я не могу это оценить, вот, я сейчас иду к каким-то изменениям, я, я делаю то, от, от, от безысходности, я делаю то, что мне предлагают, у меня уходит страх, я начинаю доверять посторонним людям, я делаю то, что мне предлагается, и, и меня, меня это не парит, да, там, я не знаю, там, четвертый шаг, он пугает людей, я когда себе сказал какие-то, какие-то вещи, то, что я смог себе сказать, да мне пофиг, я могу всем расставать, я их не знаю, анонимно, что такое анонимность для меня, это люди сегодня я их знаю, завтра их не знаю, ну и, ну что такое, вот они узнают какие-то мои секреты, если я не хочу что-то сказать, то я и не скажу, а я, то есть, фактически, вот, мои, мои изменения в моей жизни, да, вот, как, вот, ты спрашиваешь, на какой-то, какой момент начал чувствовать, что у тебя было, все, все время задним числом, и начало это было с того, что я просто подчинил свою жизнь, это простой программ, это громкое слово, но я, не знаю, лучше сказать, да, вот, вот, пришел, я сдался, я сдался, хитро я сдался, я хитро сдался, я, ну я сдался, я хитро, я манипулятивно, да, вот, как в армии, да, там, дедовщина там какая-то, а, ты хочешь получить по шляпе, веди себя круто, или, нормально, узнай, как, да, узнай, как себя ведут люди, как себя ведут люди, как надо сделать, чтобы не получить по башке, грубо говоря, и тут я тоже применю этот принцип, ага, ты приходишь, какие-то числые люди, какие-то посторонние люди, что-то они там делают они при этом что-то похожи на тебя и возможно у тебя что-то будет может там для себя ты вырвешь гай я начал играть их игру вот что такое для меня капитуляция я не пришел туда и начал их учить жизни и сказать что вы тут делаете блин я у вас на виде какой вести я такой я вы ничего не понимаете прошел тут говорите и всякая фигня я пришел честно смиренно это то есть с реальной правдой у меня ни одного варианта я пришел анонимный наркоманных посторонним малолеткам которые там накаченные которые там не за столом княли разные люди были я пришел совершенно посторонним людям и сказал что вы здесь делаете как мне здесь помогите мне что мне делать чтобы улыбаться как вы делай как мы и будет все хорошо понимаете то есть я это уже было для меня революционные изменения я не я пришел но я пришел вымутить также своим же старым способом себе какую-то кайфушу понимаешь поэтому я пришел своими наработанными методами внедриться в коллектив стать свои в этот момент я я не считал себя каким-то там духовным мне говорили ты хорошо служишь ты такой активный да какой нафиг активный я не скучно дома мне дома нечего делать я прихожу домой мама моя радуется с телевизором мне хочется телевизор разбить на полу потому что она радуется жизни как она смеет радоваться жизни когда я тут страдаю мне даже бухнуть нельзя поэтому я иду туда потому что там такие еще есть еще хуже чем я да я называю там терпилы о есть еще и и еще хуже ой боже мой я типа есть еще кому-то хуже меня это пропускает поэтому я ходил эгоистически в те места которые мне предлагали я не ходил там и и сам себя я не разводил я еще я не ходил искать друзей каких-то там и приходила сказал ой я такой крутой там я там был бывший там туда-сюда все там все такие бывшие все сидят опа что-то здесь интересно весело каждый рассказывает какую-то свою историю какой он был крутой был через два дня видишь он носом и в стол кинает и кумарит его поймать и я понимаю что тут не модно быть крутым понимаешь тут модно быть к тем который улыбается тут если а эти ребята которые что-то рассказывают они рассказывают своих страданиях но при этом все они не улыбаются какой-то хитрая такой организация и мне совсем не понятно но мой навык приспособление и выживание сработал как раз мне на руку я же везде посторонний я всю жизнь был посторонний я приходил посторонний и мне надо было стать своим да я с украины поехал там я не знаю меня там в армию в читинскую область в армию дедовщина елки-палки посторонние люди никого нету надо стать своим места не строили удаленные посторонние надо стать своим в израиль ехал никого нету там какие-то дальние родственники надо стать евреем самым настоящим который всю жизнь мечтал чтобы и елки-палки учиться там религии стать чуть ли не это самое и маген давид нашел и повесил такой самый большой на на грудь чтобы меня признали своим я приспособленец выживаю потом в москву приехал надо стать своим в питер поехал надо стать своим тут при в ганделы сидишь сидишь бухаешь со своими алкашами на улице они все свои я там свой представляете как я допился я вам просто ремарочку что у меня свои начали гнать уже с гантелок и говорит гай иди отсюда не мешай нам бухать не мешай нам отдыхать то есть меня уже алкаши гнать начали потому что я там куняю им я противный для них на инвалидной коляске поэтому когда мне сказали пойти в сообщество к людям тем которые улыбаются там я пришел но я быстренько стал своим я в каждой группе был свои они я вижу там сидят авторитеты я вот потихонечку к ним пересел я умею стать своим они говорят ну ты хорошо служишь но это на меня сработало потому что меня не обманули это действительно вот это двенадцать шагов вот это это вещь делает чудо со мной и свои с другими да да В прошлой жизни ты, как и я, или я, как и ты, по принципу, темнее о тебе. Прекрасно. Я по нему скучаю. А вот в прошлой жизни, когда в этой формуле Бог заходит, эта формула есть в твоей жизни? Отличный вопрос. Формула по природе у меня есть. Я тебе больше этого скажу. У меня всегда был принцип. Ты мне, а я подумаю. Бартерные сделки, я их не очень признавал. Я считал себя самым умным. Сначала ты мне докажи, что я могу тебе что-то дать. Сначала дай мне, дай мне, дай мне, а я уже решил как бы с барского плеча тебя отстегнуть. Поэтому ты мне, это мой был профессионализм. Сначала получить от человека, я не знаю, получить. Это мой датчик. Сегодня мне доказано, мне доказали, показали с помощью шагов, что у меня это не сработало. Факт, у меня это не сработало, потому что я добился этот принцип. И мне уже ничего от вас не надо, потому что даже деньги ваши не нужны, если я бухать не могу. Да? Уже мне, что мне надо, если вы мне не даете. Программа мне научилась совершенно новому принципу, я тоже не понимал это. Игра в одни ворота. Одна в одни ворота, это значит, что я только тебе, только тебе и только тебе. И вот моя задача думать только о тебе. А взаимозачеты не срабатывают у меня. Как только я начинаю, вот я тебе три раза сказал спасибо, а ты мне даже разу не сказал спасибо. И люди не понимают, о чему я говорю. Вот этот принцип, ты мне, я тебе. Но я от этого страдаю. У меня есть не все мало. Вот он скажет 10 раз спасибо, я скажу, мне положено 20 раз спасибо. Я условно говорю. Принцип, ты мне, я тебе в моей жизни перестал работать. Сегодня трезвый, он тоже не работает. Потому что если я даю что-то и мне возвращают, может то, что я даю, это и хорошо, но то, что мне возвращают, мне всегда мало. Мне всегда не так дают. Мне всегда неравноценная замена. Мне всегда будет, блин, надо было взять больше. Вот я себя недооценил. Или наоборот, ты че мне там это самое. У меня в любом случае идут какие-то неудовлетворенные вещи. Мне сегодня выгоднее, выгоднее мне, как эгоисту, чтобы мне не парить, чтобы мне жить. Я просто отдаю, отдаю. Сколько могу. Не перетруждаюсь. Я никому не должен. И у меня нечего отдать. Но, если кто-то что-то просит, я подключаю свыше силы, я даю сколько получается. А это то, что и надо. Это я передаю от Бога. Я не свое отдаю, у меня ничего нет. Я отдаю, я не парюсь. Я не перетруждаюсь. Я не напрягаюсь. Я отдаю все, что хочу. А это значит все, что могу. Больше не могу, не даю. От вас мне тоже ничего не надо. Почему мне не надо? Потому что то, что вы не дадите, мне все равно будет мало. Но как-то потом задним числом я смотрю, у меня все как-то складывается. И я сегодня вижу, как результат, опять же, задним числом, что если я не сижу на взаимозачетах, моя голова не занята этим, на выгодности для себя, мне всегда получается классно. У меня получается хорошее деньги. У меня получается больше, чем даже я хотел сказать. Потому что каждое, то, что я получаю, это получаю как дар. Он даже не ожидал, даже не ждал, даже не хотел, да? И не требовал. Пришло, спасибо. Это получается вот та самая свобода, которая есть. Это именно та. Это та свобода, которая начинается с шестого шага, ну с пятого, с шестого шага. У меня та свобода, что ты о себе не заботишься. О себе ты не заботишься. Тебе не надо о себе заботиться. Ты выполняешь, ты заботишься о себе ровно настолько, чтобы ты физически и эмоционально, морально мог быть максимально полезен для других. Если ты сидишь, но опять же это обратно, если ты будешь заботиться о других, то и тебе, ты будешь в нормальной форме. Свобода это как раз вот то, что тебе не надо париться, насколько ты хорош, насколько ты правильный или неправильный дал, насколько ты в состоянии помог. Ты не можешь помог, у тебя ничего нет. Ты отдаешь только то, что тебе передано, через высшую силу на ежедневной основе. Взаимозачеты, то есть мне ничего не должны. Никто не должен. Так и я никому ничего не должен, так и мне ничего не должны. Мне будет приятно, если мне это сделают, но я не сижу в ожидании. Еще раз говорю, я говорю, это идеальное стремление свое, это не значит, что у меня, мой эгоизм не просыпается. У меня всегда есть работа с этой головой, потому что сначала у меня есть вот это, это, блин, а ну, когда ты уже, блин, мне ответишь, когда ты мне вернешь, когда ты что-то мне сделаешь. Голова-то рассказывает, она живет сама по себе, но это не важно. Сегодня у меня есть главная свобода от самого себя, от моей головы. Поэтому все, что она рассказывает, все, что там моего эгоизм требует, ожидает, страдает, жалуется, обвиняет, меня это не сильно парит. Оно, я, я его отладываю в сторону, оно не мешает мне продолжать делать то действие, которое надо, и все. И это процесс такой, что он постоянная основа. Он постоянно. Это не значит, что у меня нет таких мыслей, нет таких желаний, и нет ожиданий, что люди там, мне там что-то почему-то не додали. Есть эти мысли, желания, все есть. Но они мной все меньше и меньше управляют. Спасибо, Гай. Сейчас я спрошу онлайн-поседителей, будут ли у них вопросы. Наталья, Юлия, будет ли от вас вопрос? Можете, пожалуйста, задавать. Спасибо. Всем привет, меня зовут Юля, и огромное спасибо Гаю, за все, что он сказал. Мне пока вопросов нет, но я очень вам благодарна, что я вместе с вами, и что я на группе. Огромное спасибо. Спасибо, Юля. Спасибо. Ну, Даля. Да, ну, спасибо тебе, родной. Спасибо тебе. Да. Получилась такая питерская, душевная, и не только радость новой жизни, а еще что, как это сейчас, в Израиле, там хорошая проходит программа, мы не грустные люди, кто-то в этом проекте. Может быть. Мы не грустные. Так что, спасибо тебе большое. Окей, спасибо, спасибо вам. Да, я тоже попрощаюсь, спасибо вам, и на самом деле, действительно, вот, результат, результат, в результате жизни, по этому шагу, радость, это часть, часть выздоровления, это необходимая часть выздоровления, потому что, радостно от того, что ты нужен, радостно от того, что ты полезен. Спасибо вам. Да. Все, пока, пока тебе. Спасибо. Пока, пока. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо тебе за то, что ты сказал, что все время всего мало. Это, прям, я себя услышала. Это, это, это тоже дар наш от Бога, да, нам, нам, мне подарен дар, подарок такой, вот он у меня таким сделал, что у меня вечная нехватка всего, и неважно, вот не хватает и всего, всего мало, и, и, благодаря этому дару, мы вечно, мы постоянно, мы вынуждены, наша обязательная часть, наполнять вот эту дырку бездонную, только духовностью, только полезностью. Если нам будет достаточно чего-то, то мы сядем, и оплывем жиром, и все, и ничего не будем делать, и никому, никто нам не нужен будет. Благодаря вот этой нехватке, что нам всего мало, мы еще идем и развиваемся. Нам указано, мне, указано направление, куда мне надо следует идти и развиваться. Поэтому, это казалось бы плохо, да, что всего мало, но, благодаря шагам, это стало моим, очень важным, мотиватором, да, вот мне мало, ну, вот ты знаешь, откуда брать это наполнение, иди вперед. И, и, слава Богу, как я говорю, спасибо, что я не, не наполнился сегодня, уже не удовлетворен всем, и что уже все сложилось, что я не ушел на пенсию. Я ушел на пенсию, когда он, на инвалидную коляску, я сказал, я ушел на пенсию, дайте мне бухло, вроде как все нормально, оказалось и этого мало, поэтому, слава Богу, что нам все мало. Спасибо огромное, что ты сейчас об этом сказал, я об этом не задумывалась, да, и, на самом деле, оказывается, это работает даже на руку, это полезно, точно, точно. Да, немало служений, немало подописных, немало групп, и, да, да, да. Мало Бога, мало, мало, надо постоянно наполнять духовно, вот эту, эту, вот эту малость, это мало. Ну, и слава Богу, это и есть развитие наше. Слушай, это коротко, спасибо большое, спасибо тебе огромное, спасибо, ребята, всем спасибо большое. Все, друзья, спасибо еще раз, я отключаюсь, и группа законов, извиняйте, это я раскомандовался, вы закрываете, или как? Да, да, все, а как тянет собрание, время нашего собрания подошло, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому, Субтитры Алексею Дубровскому,